Праздничные гуляния Орловская Ордань традиционно находится в районе центральной спасательной станции Ну а пока верующие моржи собираются оздоровиться и очиститься Отправимся на самую красивую улицу нашего города Стоп, 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 подождите, мы на ней же и находимся, привет! Максимально похожа должна сойти за свою А расскажите, зачем вы здесь сегодня в таком платочке? Так завтра же такой великий праздник русский А мы должны поддерживать русские традиции Потому что у нас дети, внуки, они должны равняться на нас Знаем, что перед Рождеством принято гадать и на колядки ходить А что же принято перед крещением делать? А перед крещением можно и повторять Можно и валеночек за забор кидать А за водой, это, конечно, это обязательно Пойдете в прорубь нырять? Столько, конечно, соблазнов, но я не столь отважна Расскажи, ты отмечаешь крещение? Крещение вообще обычно нет, но есть мысль съездить и кунуться сегодня Ты пойдешь окунаться? Да, думаю, да Это первый раз твой будет? На крещение, да, это первый раз А что такого произошло, что ты решился на это? Ну, знаешь, просто проверить себя, типа экстремальные условия, да, окунуться, доказать себе, что я могу Почему вы сегодня здесь? Потому что сегодня святки крещенские А вы верующий человек? Да А празднуете как-то, да, крещение? Ну, собственно, нет, так, завтра за святой водичкой пойду в церковь, ну, и так, может, приду на гуляние или придут родственники, посидим А как относитесь к смелым моржам, которые через несколько часов будут нырять в прорубь? Положительно, я уважаю этих людей А вы бы смогли? Я бы хотела бы тоже такой быть Но я только летом езжу в Вятский посад и в Крупель там окунаюсь Но из этих забав не складывается сам праздник Естественно, до прорубь мы еще с вами дойдем Но самый главный вопрос, который мучает меня, по крайней мере, это Как верующие могут ходить здесь мимо шашлыка, когда нужно есть сочива? Сочива – это блюдо из пшеницы, меда и сушеных фруктов Сейчас узнаем, можно ли здесь приобрести сочива? Ммм, это так аппетитно пахнет, запретной едой А вы знаете, что сегодня однодневный пост Нужно употреблять сочива, а не как мясо, даже овощи? Да, я знаю, но кто-то есть верующий, кто-то нет Кто-то есть из мусульман, кто-то, понимаете Тут религий много, поэтому на каждого покупателя стараемся подойти по-своему А можно у вас отведать это блюдо? Какое? Сочива А, нет, мы не готовим Не готовите? А сами придерживаетесь поста? Нет Спасибо этому дому, пойдем к другому Скажите, а у вас можно попробовать сочива? Я ничего не знаю, честно Скажите, а можно у вас отведать сочива? Сочива? Да А что это такое? Сочива – это главное блюдо сегодняшнего стола, поста У нас такого нету Только мясо Только мясо И только колбаски Ну что ж Буду сегодня поститься самым жесточайшим образом на воде и свежем воздухе Друзья, прямо сейчас мы перемещаемся в самое холодное место этого города И самый холодный момент нашего видеоролика Прорубь, моржи, как они это делают, что там происходит Сейчас мы туда пойдем и узнаем Влад, ну ты прям настоящий русский богатырь Скажи, это твое первое погружение в моржевание? Нет Нет? А сколько раз уже погружался? Второй раз Тебя заставили или ты сам? Сам А что ты чувствуешь, вот когда в эту холодную воду? Описать слово нельзя Расскажите, вот мне холодно, вам как? Очень хорошо Сначала было вроде как прохладно Но самое главное преодолеть страх Окунуться И потом все будет очень даже хорошо А это ваш первый опыт или вы уже опытный? Нет, это не первый, а может быть десятый Так что всем советую Расскажите, что нужно делать, чтобы в следующем году я так смог сделать? Надо принять решение Я просто слышал, что тренируются на протяжении года, контрастный душ дома Желательно, желательно, потому что, ну я слышал, что некоторые без тренировок Им бывает плохо, получают там простудные заболевания или приступы Как водичка, как она? Водичка просто, просто нереальная Теплейшая, да? Да, теплейшая, просто нежнейшая Просто вы окунаетесь и обретаете новую жизнь, понимаете? Каждый год я окунаюсь Вот буквально, ну год пропустил Вот в этом году спустился И палатки В каком-то году не было даже палаток Мы просто там, ну... Пешком там до дома с полотенцем, да? Да, 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 да Буквально так и было А что человек чувствует чисто физически? Вот воду холодную, это дубак или что это? Это может быть жар? Нет, это просто вот ты выходишь из воды И получается, ты не чувствуешь не теплую воду А просто ты не чувствуешь даже не холодное Это что-то среднее между холодным и теплым Все должны это попробовать обязательно Пробуйте, друзья Пробуйте, друзья И занимайтесь спортом Дорогие друзья, уважаемые подписчики На этом моменте должен был быть видеофрагмент Где господа им честники или спасатели Объясняет нам, сколько человек пришло сегодня окунуться в прорубь Но, к сожалению, этого комментария мы не получили Информация итоговая у нас есть в тексте Посмотрите, почитайте, сколько человек пришло сегодня понырять в прорубь Вот так прошел праздник Крещения И сейчас вам Ксюша расскажет чуть подробнее И закончит этот прекрасный видеоролик Именно в 9 вечера 18 января уже стоит закончить череду январских праздников Как говорится, старый Новый год мы проводили Крещение в прорубь нырнули Вступаем в рабочий новый 2020 год Всем пока, с вами была видеогазета Смотри наш новый первый выпуск этого года